То есть, если курс ведет в пропасть, то стабильный при этом, это все равно лучше, чем какие-то переменные. Ну, конечно. Зачем мне революция еще одна в моей жизни? Мне жизнь одна, я еще раз объясню. Не хочу больше революции. Есть множество примеров в Чувтории, в разных странах, когда революция только в России острая. У кого? Только это в разных странах. Когда Россия делала революция лучше? У кого было лучше? Ни у кого не было лучше. Революция, мне кажется, была последняя. Это у нас между царской Россией и коммунизмом. Ну, и вторая последняя революция, это Боря Ельцин 90-х годов. Слушайте, а вам не кажется, что какая-то жопа произошла, произошла, что раз Путина можно сменить только революцию. Ну, это же хреново, что мы можем что-то изменить в России только через революцию. Что такое? Хочется же как-то менять не через революцию. Ну, она вот... Вот, ребят, вы, я смотрю, нормальные. Вы там Пучкова послушиваете, там еще одни других людей. Ну, потому что это... Не получается просто так что-то поменять без переебания чего-нибудь. Лучше пускай ворону. Там куда, и мы идем. Да, я понимаю, но в других же странах почему-то поменяется менять? Нет, у них нихуя ничего не поменялось. Все так же бастуют эти... Все бастуют, все точно так же. Ничего не меняется. И строй не меняется. А вы в каких странах были? То есть западных. Я не уездной из России был. И ни разу не уезжал никуда. А вы, извините, откуда вы из России? Оренбург. 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 Оренбург, да. Там Орск недалеко, я так понимаю. И корица с Казахстаном. Очень близко взяли, прям попали. Кстати, а вы знаете, что Оренбург был в столице Казахстана в начале 20-го? Нет, это никогда не было в столице Казахстана. Это ложь большая. Ну, советская ложь. А, советская ложь. Никогда не было. У нас еще даже немножко в наших земель, допустим, даже российских отдали туда Казахстанай, который там... Казахстанай отдали, да, Усть-Каменогорск отдали. Да, да, да. Это наоборот отдали, чтобы было, как бы, советская тема, как бы отдали Украине Донбасс. То есть, в принципе, сейчас разберемся с Украиной, может, Казахстаном зайти? Нет, не надо. Казаки, братья. Есть немножко там, немножко выёживаются. Не надо ничего трогать, коль уже отдали. Украинцев зря трогали. Ну, ребят, ну вы что, ну... Такую щенку на провокацию, ну... Я не понимаю, что не могу понять... Я считаю логично. Если мы забираем Украину, надо забирать у Казахстана. Нет, ребят, давайте Казахстан не будем. Ну, трогать, потому что до этого не дошло ничего. Как вот, средний, как бы, работяга. Даже не скажу, что я средний класс, чуть пониже. Ну, как бы, работящий чувак. Как бы, работаю мужик. Содержу семью. Просто, давайте возьмём, даже Меркель уже призналась вместе с Оландом, что... Ну, что они сами тянули, чтобы напала Украина. Ну, что уже? Даже Вовку не надо уже Путина за уши подтягивать. Я, может, что-то не то читала. По-моему, они сказали, что они дали время Украине подготовиться к нападению России. Да, да, да. Нет, нападению на Россию, на Донбасс. То есть Украина готовила... Так Донбасс это Украина же, нет? Ну, какая разница? Там же русские уже. Ты не русский? И везде русские в Германии есть. В Калифорнии. Подожди, ты русский. Ты русский, ты русский. Нет, я не русский. Я тоже не русский. А кто ты? Я белорусский. Кто ты? Белорусский. Я русский. Вот я вот за войну, я вот сестру похоронил, прям буквально, не так давно. Ребята, я расскажу, просто моя душевная, российская, среднеэстетического, уральского человека. Очень печально, я смотрю, что гибнут пацаны с другой и с другой стороны. Очень печально. Очень жалко все это. Это будет словение. Пацаны или женщины? Подожди, ты давай без вопросов, дай я выскажусь. Коль ты бы почти взял интервью. Ну вот. Но когда сижу и смотрю и слушаю москаляку на хеляку, москаляку на хеляку, я просто говорю, то, что моя там жена спит и дочка спит, москаляка я, я по-любому, хоть с Урала, хоть с Урала, по-любому я москаляка. Меня хотят на ножи. Но я, у меня вот спит дочка и спит это. Путин там, не Путин, не знает кто там будет, Навальный будет. Я встану и убью его. Кто это сказал? Просто все. По-мужски. Блять, без вольны, без ничего. Подожди, а если не получится встать и убить? Ну, значит, блять, я погиб. Я погиб. Дочка жена и останутся хермильцы. Ну, получается так. А не знаете, почему они говорят москаляку на хеляку? Просто от своей природной злости? Не знаю. Я сам бы не углублялся в этот процесс. Как может сначала стоит углубиться, выяснить, почему они это говорят? Ты меня видал, украинцы нахуй, на вилы? Ты меня видал? Ты меня видал с Урала, чтобы Урал прыгал? Не надо это говорить, украинцы на вилы. Вы это делаете конкретно. Вы посылаете два ракета и убиваете верных людей. Никто ничего не делал. Это ты сейчас говоришь тут. А в Украине ничего не происходит? Если у тебя видео есть, это, есть видео до этого? Чего? Видео есть? Ну, чтобы до хохлов Урал прыгал, чтобы хохлов на вилы посадим. Нету такого видео, нету. Хорошо. Русские не говорят хохлов на вилы. Они этого не говорят. При этом они отправляют ракеты в города Украины. Значит, доебали. Значит, доебали. Ну, доебали, значит. Каким образом? Значит, мне просто хочется понять, каким образом заебали. Давай, давай, давай. Доебали, а доебали. Да, доебали. Доебали. То именно в чем? То, что они постоянно говорили москаляку на геляку, вот это? Да нет. Ну, просто там политическая тема двигается. Я тоже не буду сейчас вот здесь в лоб, там, орать, там, допустим, я за войну, я за это. Ну, просто развед, развед этих, допустим, доносов мне не идут, я ничего не знаю. Ну, вижу. Донбасс не прослед. Нет. Мне просто... Сами только что сказали. Если украинцы говорят москаляку на геляку, то их надо убивать. Ты не нападай. Ты не нападай. Вот ты... Не нападай, я пытаюсь понять логику ваших действий. Ну, логика. Это моих действий нету здесь, в моей логике. Правительство пошло, мы пойдем. В вашей логике нету действий. В ваших действиях нету логики. Вот ты либерал. Ну, прикольно. Нет, нормально. Я с тобой согласен. Ты можешь, знаешь, вот на каждое слово ты можешь перевернуть, как бы, допустим... Почему не на что-то? Я не переворачиваю, я уточняю. Я хочу вас понять. Послушайте. Я не хочу вас на что-то вывести, типа, подловить. Я уточняю ваши слова, чтобы меня лучше понимали. Я пока не понимаю, что... Я только понял, что вам не нравится, что украинцы говорят москаляку на геляку, и за это их надо убивать. Это правильно? А ты знаешь, мой друг, ты какого года рождения? 82-го. Ой, очень... Я был, сейчас скажу, в 89-м году во Львове. Во Львове. Это вам 11 лет было? Подожди, даже рот не открывай. Двоюродный брат служил во Львове. По гранвойсках. Ну да, извини. Ну извини, грубо сказал. Извиняюсь. Он женился на... Именно на львовской девушке. В советское время. Это был 89-й год. Мы приезжали на свадьбу. На свадьбу приезжали. И ты меня сейчас не фуядерными нахуй не переубедишь. У нас свекровь, который его... Подожди. Ты вообще нахуй еще валялся, не знаю где. Свекровь водила по закоулкам, чтобы она не видела русских москаляк во Львове. Чтобы не услышали диалога, да. Не по центральным улицам, а водила вот так. Чтобы москаляку не показывать. 89-й год. Так и есть все. Давайте я вам верю. И это оправдание агрессии на Украину? Нет. У вас в 89-м году водили по закоулкам во Львове, чтобы вас не увидели и не услышали ваш разговор. Я вам не верю просто потому, что я лет... Ой, лет. Раз пять, наверное, был во Львове и говорил там по-русски. У меня там племянница живет. Я с ней нормально разговариваю. Я с ней нормально общаюсь. Предположим, так и есть. Это оправдание агрессии на Украину. Ты что ты думаешь? Ты думаешь, что ты там сидишь? Все, я общаюсь. Я советский человек. Я знаю, у меня родственники есть. Брат оставил там детей. Я с ними общаюсь. Как это все? Как это все это было? Вы общаетесь внутри семьи. Ну а что ты, блядь, натуривно, быдло ебаное, нахуй? Вот, конечно, извини. Сейчас получается, что я быдло сейчас по разговору. По разговору. Ты, да, вывелся. И получается, что я быдло. Да, конечно, я тебе извини, что я тебя оскорбил. Да, я просто не понимаю, почему вы так заводитесь. Я вот, ну, я спокойно, что я никакой агрессии к вам не испытываю. Ну да, 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 ты прав, ты прав, да. Я с тобой согласен. Я просто говорю то, что вам не нравится, и вы заботитесь, что вы говорите, что мне не нравится. Ну немножко ты меня вывел, да. Я с тобой не спорю. Да, ты немножко меня вывел. Потому что... А я не ставил такой цели даже. Да, ты мне немножко, да, получилось. Да, извиняюсь. Я извиняюсь тоже за свои слова. Да. Немножко я это в агрессию вошел. Согласен. Виноват. Тут даже не с чего вроде как-то. Ну, потому что Украина, как это все велось, ну, даже по телевизору бы даже показывают, но это глупо. Я все слушаю, и Шария слушаю, и Мантян слушаю, и с той стороны, и я все взвешиваю. А кого с другой стороны? Ну, мое решение, взрослое, взрослое решение, что Украина не права. А кого вы с другой стороны слушаете? Шария, говорю, слушаю. А, слушаю даже этого. Пророссийский. Пророссийский. Ну, Шарий пророссийский, да извините. Да извините. Вы знаете, что его орден выписан на арест в Украине? Это, Мантян слушаю, потом еще этот, как бы там, такой прикольный чувак, блин, фамилию забыл. Они сейчас в последнее время все украинские, вот эти, которые были блогеры, которые вели там рыбное дело, как его, блин, забыл. Они немножко, да, пропали. Они сейчас в Ютубе очень тяжело их найти, их послушать. А? Я говорю, мне Кэптон Морган не платит за рекламу Ром. Да ладно, Роман, нормально. Вы, кстати, что пьете сегодня? Да, ну, я взял бы там, как бы, кольяк армянский сегодня пью. А мы вот Роман балуемся. Ну, с Новым Годом вас. Нет, вы, ребят, заедно, но это наша точка зрения, я не спорю, извините. Я же, что-то нагребил. Мы с вами и разговариваем, чтобы вашу точку зрения узнать. Я не думаю, что мы можем друг друга... Вы и разговариваете, чтобы услышать точку зрения. Нет, мы не перебеди, нет, нет. Каждый человек, каждое мнение свое, даже, допустим, если пройдет революция, там же не будут таких, там, допустим, вы нас победили, и мы согласны жить по вашим законам. По-любому будет какой-то... Кто-то будет рад, допустим, этой власти, кто-то не рад. Я как сраный либерал, как вы меня назвали, считаю, что все точки зрения должны быть слышны и свободны. Это же классический элемент либерального мира, так сказать. Я не разделяю ваши взгляды. Нет, ребят, я с вами согласен, но я извиняюсь. Ну, немножко, да, спылил. Ну, свою точку зрения должен как-нибудь настаивать. Немножко бы это, как бы, в напряг пошло. Нет, ребят, просто я, как бы, за Путина. И Урал за Путина. Хорошо. А вы готовы умереть за него? Блядь, как понять, вы умеете, что быть? Я должен быть пойти и спрыгнуть, блядь, с четвертого этажа за него. И пойти на войну. Как понять за него? Как понять за него? За отчизмом? Ну, как за Сталина, как за царя-батюшку. Пойти, как за императора умирали разных. Ну, я... Ну, я... Ну, блядь, ребят, как это так? Призовут в армию, допустим, мне придет повестка. Ну, как вы говорите, блядь, погибнуть за Путиным, блядь? Блядь, это как это получается? Вы в армии были сами, господа военные? Ну, отлично. Я сам прав, блядь. Тебя призывают, допустим, по мобилизации. Ты, получается, допустим, попадаешь, допустим, по разнарядке. Туда, блядь. Ну, допустим, ты попал на передовую. Ну, если ты, блядь, показываешь. Ну, ты что, блядь, за Зеленского сразу пошел. Такого же не будет. Ты будешь как сидеть в окопе. Мы же не говорим, что мы за Зеленского. Ну, нет. Ну, за Путина. Я вам объясняю суть дела военного дела. Как бывший военный. Вы говорите, что за Путина и получается? Да, ну, ты попал на передовую. Ты взял автомат. За Путина! И побежал. Это же за Сталина, поэтому... Да, ну, нет. Ну, ты глупость. Ты вопрос глупости. Называется за Путина. Вопрос глупости. Ну, если призовут, то пойду за путинский режим. Давайте лучше вот так поставим основу. Хорошо. Я предлагаю на этом закончить. С Новым годом. Давайте, ребят, вам тоже удачи. Извините, что там... Если что, что-то не так. Да ничего. Потому что я не был. Хорошо. Варми. Я поэтому не смотрю эти люди на видео, кстати. Я не могу. Меня просто начинает внутри все бурлить. А у тебя сейчас бурлило внутри? Разговариваем. Да. Бурлило. А чего? А почему вы... А чего так вас заводят? Я не понимаю. Я не знаю.